господа всем привет сегодня у нас гаражный ремонт сегодня на 4 будем менять радиатор охлаждения в общем постараюсь поснимать побольше до чтобы было понятно как это делать сервис я не поехал потому что дело такое ну не очень сложная в сервисе хотят 800 рублей за процедуру за это в общем как бы делаем сами и так что надо значит вот я купил радиатор охлаждения до такая вот большая коробка сейчас открываем посмотрим чё там цена вопроса 1800 рублей купил 4 хомута и собственно говоря купил пробку на расширительный бачок нахрена вот это дело сейчас покажу и так почему у нас и рвёт и радиатор не начинает бежать но сейчас не видно но в общем есть ну первонаперво это от старости из-за того что говно второе дело это из-за того что говно расширительная пробка и давление она просто не сбрасывает то есть кое-как нажимается и давлением просто развивает этот самый радиатор на ну собственно говоря приступаем к замене снимаем воздушный фильтр целиком ну и будем сливать жижу ну похер ну собственно говоря погнали окну фильтр воздушный я снял теперь будем сливать жижу значит кран для слива вот он делал вот сейчас придется открутить передние два болта защиты и в общем при помощи двух банок пластиковых все оттуда вылить ну где-то по подсчетам моим четыре четыре с половиной литра выливается то есть готовьте емкости сразу ну чё погнали так жижу я слил вот так вот вышло полбанки то есть где-то литра два с половиной так что с четырьмя я нагнал ну и приступаем сейчас будем откручивать по трубки от радиатора верхней и нижней ну вот я по трубки отключил верхней просто снял нижней как бы сторонку сдвинул сейчас покажу отключаем разъем вон он нашего мотора ну и собственно говоря сейчас отвинчиваем вот под этой железкой находятся две гайки их отвинчиваем чтобы радиатор вытащить так вот я крепление отвернул короче две гайки на 8 и вот такая планка это все держит радиатор после этого шатается так отвинчиваем трубку на расширительный бачок ну и можно доставать так ну вот так вот это дело выглядит то есть сам радиатор вентилятор вентилятор я отвернул сейчас его с ними мы будем пересаживать на новый ну не знаю короче снимать особо смысла не имеет единственное что смотрите тут внизу по пластиковые такие фигни надо поснимать поставить на новый галл так вот вот сюда то есть это где гладиатор заходит в железо ну собственно сейчас соберу да сниму ну и смотрите вот старый гладиатор то есть вообще все сгнило где-то сгнил бачок все это дело побежала ну и как то вот так жесть короче пипец ну все это дело отправляется на помойку новый герметиком вот намазал да сейчас намажем вот здесь герметиком тоже ну и будем ставить порядок такой же как при снятии ну думают что тут снимать уже как бы бесполезно ну что господа машина собрана все на месте все патрубки на месте все подключено система заполнена антифриз соответственно я поменял старый слил новый забил ну и можно пробовать заводить заведем сейчас до патрубки я покажем кого чтобы воздух вышел заведем сейчас ей погреем машинку пусть воздух еще по выходит соответственно все хорош хорош соответственно дождемся когда у нас включится радиатор охлаждения то есть дождемся этого момента ну все греем ждем пока не сработает вентилятор ну и будем смотреть если где-нибудь течи так ну вот почти 90 градусов сейчас где-то должен открыться термостат в общем пойдем пощупаем патрубки ну и продолжаем мониторить так ну что в вентилятор сработал оба патрубка горячие то есть термостат работает можно завинчивать крышку ну и собственно говоря все и того на все про все ушло два с половиной часа ну и по деньгам получается 1800 радиатор где-то 120 хомуты 100 крышка и антифриз у меня был я купил тогда 10 литров на предыдущую машину где-то за 1000 с копеечкой с маленькой ну в общем посчитать можете сами ну как бы на этом все вот такая вот замена вот такой вот маленький ремонт но за сим как говорится традиционно всем удачи здоровья хороших выходных и всем пока